Морские дроны атаковали Новороссийск. 29 тысяч российских солдат погибли на войне. Это самые скромные подсчеты. Наконец, гробовые, как главная мечта россиян. Умереть на фронте значит вывести свою семью из бедности. Это новости воздух на Ходорковский лайф. Меня зовут Ринат Довальдельдеев. Итак, вот основные темы этого выпуска. В ночь на пятницу морские дроны атаковали одну из главных российских военно-морских баз на Черноморье в Новороссийске. Ты же понимаешь, что это горит? Даже я со своим... Я думаю, они попали в этот... маяк. Ты видишь, там маяк стоял. Как бы не маяк, но смотри, когда был взрыв, вот слева... Вот, 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 смотри. Вот там люди, потому что они отплывали от этой лодки. Но, судя по всему, никакой на этих кадрах не маяк, а большой десантный корабль Оленигорский «Горняк». Уже рано утром появились свидетельства того, что судно накоренилось. Затем в украинских источниках появились кадры предполагаемой атаки на корабль. Телеграм-канал «Оперативный ЗСУ» так описал происходящее на видео. Надводный дрон СБУ атакует вражеский корабль, где находится около ста человек экипажа. Все заявления россиян об отбитой атаке фейк. Первые сообщения о взрывах еще в районе часа ночи поступили из поселка Южная Озереевка под Новороссийском. В нем расположен нефтяной терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Затем о звуках взрывов и стрельбе стали сообщать и сами новороссийцы. В 7 утра Минобороны выпустило заявление, в котором утверждается, что атака дронов была успешно отбита как раз Оленигорским горняком, а также судном «Суворовец». Этот отчет ведомство явно и называет фейком оперативной ЗСУ. Нефтяная инфраструктура базы не пострадала. Об этом сообщили в Каспийском консорциуме. Нефть отгружается без проволочек. При этом в порту Новороссийска введен запрет на движение судов. Видимо, главной потерей России после ночной атаки стал именно Оленигорский горняк. Судно не только боролось с беспилотниками, но и осуществляло паромную переправу в Крым и помогало доставлять гражданские грузы после второго удара по Крымскому мосту. На борту корабля могут располагаться до 500 тонн техники и грузов, а также 225 десантников после инцидента в Новороссийске. Меры безопасности решили усилить и в Сочи. Об этом сообщил мэр города Алексей Капайгородский. Этой же ночью был атакован и Крым. Жители Феодосии сообщали о взрывах. В пятом числу утра о работе ПВО в нескольких районах полуострова сообщил советник российского главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По данным российского Минобороны, полуостров атаковали 13 беспилотников, все они были уничтожены ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Тем временем, министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне боевых действий в Украине. Об этом заявил Минобороны и также было опубликовано соответствующее видео. Давайте посмотрим. По данным ведомства, Шойгу заслушал доклады командующего группировкой Андрея Мордвичева, а также других офицеров, ну и поблагодарил военных за успешное наступление на краснолиманском направлении. Кульминацией вот этого кино от Минобороны стала демонстрацией министру захваченной у ВСУ шведской боевой машины пехоты «Си Ви-90». Научник-оператор, который здесь сидел, погиб, и механик-водитель погиб. Вот этот из того делал, направился. Многослойная броня, лобовая. После этого удар он отвернул, ему в бок дали. Простой РПГ, дешевая. Старым дедовским способом машины устроили. Ну, учитывая, что Россия уже использует на Украинском фронте танки времен Великой Отечественной, речи о старых РПГ звучат, мягко говоря, комично. 29 тысяч российских солдат погибли на фронте. Личности военнослужащих установили журналисты BBC и Медиазоны. За последний месяц удалось подтвердить имена 1800 российских добровольцев, мобилизованных штатных военных, ставших жертвами путинского вторжения в Украину. Как пишет русская служба BBC, в основном свежие потери связаны с отражением контрнаступления ВСУ. При этом, как отмечают журналисты, это самая минимальная оценка российских потерь. В это число вошли лишь те солдаты, в некрологах которых упомянуты обстоятельства смерти, ну или те, чьи даты гибели совпадают с датами контрнаступления. Реальные потери России в войне могут быть в несколько раз больше. Отправиться воевать – самый экономически рациональный выбор для большого количества российских мужчин. А самое выгодное – вообще не возвращаться с фронта, чтобы родственники получили гробовые. Новая газета «Европа» опубликовала пугающее исследование. Смерть российского военного экономически выгоднее для его семьи, чем любая работа, пусть даже работа мечты, так как выплата гробовых превышает ожидаемый доход мужчин. Материал называется «Гонки на гробовых». Вот несколько основных цифр из статьи. По разным оценкам Россия тратит на войну до 850 миллиардов рублей в месяц. На 35% выросли расходы федерального бюджета на национальную оборону и безопасность в этом году. 70% оборонных расходов засекречены. Также журналисты приводят аргументы, почему война чаще привлекает бедное население России. Главное – то, что зарплата военнослужащего на контракте в разы больше других средних предложений на рынке труда. В 77 регионах, то есть почти везде, также действуют губернаторские выплаты участникам войны. Еще один стимул убивать и умирать в Украине – это президентское помилование. Мужчин в колониях уже выбрали, так что Минобороны перешла на вербовку женщин. И на фронт они отправляются куда охотнее мужчин. Об этом телеграм-каналу можем объяснить. Рассказала основательница проекта «Руссидящая» Ольга Романова. До недавнего времени осужденных женщин активно вербовали на оккупированных украинских территориях. Так, из колонии в Снежном Донецкой области воевать ушли 50 заключенных. Еще 100 отправились на фронт с юга России. Массовая вербовка женщин прошла и в Липецке, только в колонии номер 7. Контракт с Минобороны заключили 30 россиянок. Об этом недавно описал телеграм-канал «Сота». По данным Ольги Романовой, на фронт уезжают и женщины из московских колоний. По ее словам, женщины больше мужчин подвержены пропаганде, поэтому буквально рвутся демилитаризировать и деноцифицировать. Воюют вот такие вот надежды дуровых курильщиков в подразделениях штурмовиков. А самый популярный позывной у них «Волчица». Эксперты МАГАТЭ не нашли противопехотных мин и других боеприпасов на крыше энергоблока в Запорожской АЭС. Об этом сообщила военкор Россия-24 Ольга Курлаева. По ее данным, члены МАГАТЭ осмотрели крыши 3-го и 4-го энергоблоков. За процессом следили российский военный, а также советник, гендиректора Росэнергоатома Ринат Корчава. Впрочем, в самом МАГАТЭ никаких заявлений на этот счет пока не делали. Сегодня в 16 часов по Москве Мосгорсуд на выездном заседании в колонии в Мелехово огласит приговор Алексею Навальному по большому экстремистскому делу. Обвинение запросило для политика 20 лет колонии особого режима. И, конечно же, суд именно столько и даст. И судья будет смотреть в стол. Но важно другое. Алексей Навальный нам все эти месяцы показывает каждый день пример стойкости и мужества. И там сидит в невыносимых условиях за каждого из нас, за будущее, наше с вами будущее. Его тюрьма — это пытка. Его дни — это вечное ШИЗО, ставшее синонимом всей страны, которая вот так вот превратилась в эту клетку имени путинской войны. За это время у Алексея был ноль свиданий с родными. Но зато тысячи дней человеческого подвига. За время нахождения в Мельховской колонии Навального 17 раз отправляли в штрафной изолятор, не давали лекарств, пытали соседями и речами Путина. Но, несмотря на все это, он не сдается и борется с системой, потому что иначе нельзя. Давайте мы с вами будем помнить об этой борьбе. И не забывайте его благодарить. На этом у меня все. Меня зовут Ринар Дорьков Гильдеев. Берегите себя. Ринар Дорьков Гильдеев